Я собираюсь в академический отпуск, учусь в институте и получаю пенсию по потере кормильца. Подскажите, теряю ли я право на пенсионное обеспечение или нет? В соответствии с действующим пенсионным законодательством, право на получение пенсии по случаю потери кормильца имеют нетрудоспособные члены семьи, умершего кормильца до достижения возраста 18 лет, либо дети, которые обучаются в вочных образовательных учреждениях до окончания такого учреждения, но не дольше, чем до доступления возраста 23 лет. Право на пенсию, если учатся дети в образовательных учреждениях, предоставляется по предоставлению справки с учебного заведения, по которому устанавливается срок начала и окончания учебного заведения. Дело в том, что если человек, как вы говорите, оформил академический отпуск, это тоже оформляется справкой приказами учебных заведений, по предоставлению этой справки, в принципе, академический отпуск оплачивается. Единственное, бывают разные случаи, то есть справка с учебного заведения о причине предоставления академического отпуска должна быть представлена в управлении пенсионного фонда, и этот вопрос будет рассматриваться. Если это отпуск по уходу за ребенком до достижения полутора лет, то выплата пенсии не прекращается. Прекращается, в принципе, в случаях, если служба в армии. В таком случае выплата пенсии прекращается. Опять же, это нужна справка с учебного заведения. Заявление можно подать через клиентскую службу управления пенсионного фонда многофункциональный центр, либо через направление заявления на портале ПФР, либо через государственные услуги. Также право на пенсию по случаю потери кормильца студент теряет в случае прекращения учебы, либо отчисления с учебного заведения, либо на, если он переводится на заочно, либо вечернее образование. И в случае исключения подобных случаев, чтобы не было переплат, по случаю потери кормильца нужно в течение пяти дней сообщать в управлении пенсионного фонда о наступлении данных обстоятельств. Редактор субтитров А.Семкин